всем большой привет в этом выпуске мы рассмотрим еще один недорогой вариант оформления торта мы будем делать красивую аппликацию микки мауса из шоколадной массы напоминаю что вся нужная информация есть также в описании под видео для этого торта я использовала начинку медовик мой торт высотой 15 сантиметров но чтобы получить такую высоту с начинкой медовик нам нужно собрать торт намного выше и изначально высота моего торта имела 17 сантиметров все это связано с тем что медовые коржи изначально твердые но когда они пропитываются кремом торт дает хорошую осадку то есть если изначально медовик имеет у меня 17 сантиметров в высоту после пропитки у него будет высота приблизительно 14 сантиметров 14 с половиной сантиметров ну и считая дополнительно крем для покрытия торта мы выходим на точную высоту 15 сантиметров для покрытия под такой декор можно использовать любой стабильный крем ганаш чиз крем белковый масляный крем творожный ганаш в общем можно даже использовать белковый заварной крем для такого декора я использовала для выравнивания белый классический ганаш на шоколаде и сливках после выравнивания убираем торт холодильник и приступаем к декору для аппликации я подготовила вот такую картинку микки мауса размеры этой картинки подходят для торта высотой минимум 15 сантиметров и также заранее я уже сделала вот такой красивый воздушный большой бант и он должен соответствовать размеру аппликации микки мауса такой бант можно сделать из текстурной ткани рабочий лист с микки мауса можно получить бесплатно на моем телеграм-канале переходите по ссылке но кроме этого я еще оставлю короткий фото отчет для тех кто не имеет мастер-класса по текстурной ткани как можно сделать вот такой бант чтобы сделать аппликацию нам нужно вот эту картинку разделить на основные части вырезаем отдельно голову уши платья и руки в дальнейшем мы будем также разделять части лица на элементы так как будем полностью копировать все детали вырезая на шоколадной массе но для начала нам понадобятся вот такие основные части заранее я уже окрасила шоколадную массу ярко-розовый черный часть оставила так как есть и в белый цвет в черный цвет я окрасила шоколадную массу на черном шоколаде и соответственно шоколадную массу на белом шоколаде я окрашивала в ярко-розовый и в белый цвет для работы нам понадобится всего по 70 граммов темной и светлой шоколадной массы сначала мы будем делать голову и лицо микки мауса раскатываем черную шоколадную массу толщина у нас должна быть 34 миллиметра до пол сантиметра если у вас после вырезания остаются некоторые дефекты по бокам тогда это сглаживаем либо инструментом либо просто пальцами тем же образом вырезаем уши чтобы потом не путаться я буду сразу складывать голову на силиконовом коврике и буду формировать лицо микки мауса теперь голову микки мауса делим еще на две части отрезаем черный элемент оставляем только лицо делим также руки отрезаем части ориентируясь по цвету отделяем белый цвет от черного я решила сначала вырезать все черные элементы и потом буду переходить к светлым тонам для лица микки мауса я использовал натуральный цвет белой шоколадной массы то есть я его не окрашивала он имеет такой желтоватый цвет ну как бы телесный нормально подходит и вырезаем лицо полностью также раскатываем шоколадную массу такой же толщины можно немного тоньше так как лицо будет накладываться сверху черного силуэта после вырезания сразу приклеиваю обратите внимание я не пользуюсь никаким не клеем не водой ничего просто представляем слегка прижимаем смотрим чтобы контур линия у нас совпадали друг с другом и все отлично будет держаться теперь делаем оттиск инструментом намечаем переносицу глаза вырезаем из белой шоколадной массы глаза сразу приклеиваем на лицо микки мауса и естественно зрачки делаем из черной шоколадной массы приклеиваем также носик рот микки мауса я сначала думала сделать также как бы аппликации но потом увидела что лучше будет когда мы сделаем просто оттиск и потом нарисуем сам рот не забываем также что глаза нужно оживить поэтому делаем маленькие белые блики на глазах на зрачках дальше мы переходим к платью а вот горошек делала из крема тогда горошины получаются очень очень тонкими и практически это все выглядит как одно целое не забываем сделать оттиски контуры на платье горошины делаем таким образом берем ацетатную пленку с помощью вот такого простого трафарета наносим рисунок и оставляем подсушиться а потом просто приклеиваем на платье здесь я использую крем на плавленных сырках ссылка на рецепт есть в описании под видео но сразу хочу сказать что не нужно делать такую большую порцию как в рецепте достаточно сделать одну четвертую этого хватит для украшения нескольких тортов берем уже высохшие горошины и приклеиваем на платье для приклеивания не использую ничего просто клею на шоколадную массу и желательно их класть так чтобы рисунок был действительно похож на ткань ну и сейчас попробуем соединить те детали которые у нас уже готовы чтобы убедиться насколько точно получается у нас рисунок как бы у нас все четко вырезано все совпадает но принципе шоколадная масса такой материал он гибкий поэтому всегда можно подправить обрезать и сгладить дефекты которые у нас возникают нам остается только вырезать еще несколько деталей из белой шоколадной массы это перчатка с правой и левой руки на перчатке делаем оттиски имитируя и изгибы пальцев и вырезаем часть перчатки из левой руки тоже делаем оттиск соответствующий все прикладываем посмотрите как бы все идеально сошлось у нас ну и так как микки маус у нас девочка я еще сделала ресницы тоже из черной шоколадной массы аппликация готова теперь переносим ее на торт торт у нас из холодильника ничем не пользуясь не клеем не водой просто прикладываем к покрытию и формируем нашу аппликацию микки маус у нас получился достаточно большой объемный красивый и теперь крепим бант кто пропустил напоминаю что бант сделан из текстурной ткани бант достаточно большой но он очень легкий поэтому я его креплю с помощью кондитерской проволоки просто втыкаем в торт можно оставить аппликацию в таком виде она считается как бы завершенной но я еще решила дорисовать подтонировать лицо и дорисовать рот для рисования можно использовать как водорастворимые красители или использовать сухие к примеру также сухой кондурин подойдет или пыльцу то что мы используем для тонирования цветов кроме этого у нас еще на торте предусмотрены полусферы и цифра 4 я их делала из белого шоколада и сейчас покрываю золотым кондурином четверку я прикреплю на ладошку несколько полусфер слегка прижимаем и вдавливаем полусфера будет держаться на покрытие и еще добавим немножко золотых съедобных шариков вроде ничего сложного но получилось достаточно красиво и эффектно напоминаю что вся нужная информация есть также в описании под видео подписывайтесь на канал торта мания не пропускайте новых выпусков желаю вам творческих успехов и всего хорошего и